Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Как мог любящий и справедливый Бог велеть евреям обобрать египтян? В чем проблема? В книге «Исход» 3 глава 22 стих сказано «И оберете египтян». Библия как бы представляет Бога, который как бы подталкивает евреев на то, чтобы они хитростью обобрали египтян. И в то же время мы знаем, что Бог есть любовь. Однако, когда Бог велел евреям ограбить египтян, это мало похоже на любовь. Ну вот, обычно люди недуховные, вот так они видят эту ситуацию, эту проблему. Давайте прочитаем этот стих целиком. «Исход» 3 глава 22 стих. «И дам народу всему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Вот здесь нам важно посмотреть комментарии Блаженного Августина. Это его трактат, который называется «Вопросы на семи книжия», то есть на первых семь книг Библии. Блаженный Августин пишет, «То, что Господь повелел евреям через Моисея, чтобы они взяли у египтян золото и серебряные сосуды, и одежду, и прибавил, и оберете их, не может быть несправедливым». Ибо было повеление Бога, о котором не надо рассуждать, но которому надо повиноваться. «Ведь он, Бог, знал, что повелел справедливо, а обязанность слуги беспрекословно выполнять то, что он, Господь, повелел». А в чем же справедливость обобрать египтян? Справедливость заключается в том, что в течение нескольких столетий еврейский народ был в порабощении, и он работал на египтян. Чисто физически фараон не мог бы иметь столько рабов, чтобы при этом бы они его и обслуживали. Поэтому эти люди обогащали и обычных египтян. И чтобы уменьшить их наказание в будущей жизни, Господь делает так, что они как бы выплачивают жалования этим евреям, которые в момент исхода покидают Египет. И это золото, и это серебро, и это справедливость, когда трудящимся воздается за их труд. Иосиф Флавий описывает, что был такой случай, когда египтяне Александрии подали в суд на евреев, чтобы те вернули им то золото и серебро, которые вынесли из Египта. Или бы сказали, что они ничего не выносили, что все, что говорится об этом в Торе, это неправда. И евреи обратились к своим мудрецам за советом, а что же делать в такой ситуации. Мудрецы подсказали, надо сказать египтянам, да, мы все вернем, только вы нам заплатите за все время нашего нахождения в рабстве, компенсируйте гибель младенцев, тогда мы подумаем о том, что мы можем вам вернуть. И было принято судебное решение, что их несправедливо взяли в рабство, даже по понятиям древнего мира, потому что их пригласили жить в Египет, а потом поработили. А это считалось несправедливым даже в рабовладельческом государстве. Законными рабами считались тех, те, которых брали во время военных действий, завоевывая территории чужих народов, и эти народы порабощались. А если какой-то народ приглашали в гости, а потом порабощали, как это произошло с семейством Иакова в Египте, это была несправедливость. Таким образом, все повеления Бога, они справедливы и верны в нравственном основании. Подписывайтесь на библейский портал «Экзекет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.